Журнал «Форс» опубликовал рейтинг богатых женщин, работающих в правительстве нашей страны. О 10 самых обеспеченных из них и их доходах в 2016 году мы и расскажем в этом выпуске. Валентина Рученко, 10 миллионов 500 тысяч рублей. Депутат фракции «Единая Россия» по совместительству член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В свои 62 года она не только имеет серьезное состояние, но еще и две квартиры с суммарной площадью 135 квадратных метров, а также земельный участок более двух квадратных километров. Валентина Терешкова, 12 миллионов 300 тысяч рублей. Первая женщина-космонавт на нашей планете является заместителем председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В свои 80 лет она имеет собственность и дом площадью почти 700 квадратных метров, и парочку квартир, а также два автомобиля. Светлана Савицкая, 15 миллионов 400 тысяч рублей. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. Она является первой женщиной, вышедшей в открытый космос, и в свои 68 лет имеет в собственности земельный участок размером 6,5 квадратных километров. Два жилых дома, а также три автомобиля. Ольга Голодец, 15 миллионов 600 тысяч рублей. Заместитель председателя правительства России. До своей политической карьеры она была председателем Совета директоров Норникеля и компании Согласия. Далее получила должность заместителя мэра Москвы, благодаря чему приобрела недвижимость не только в России, но и в Европе. Наталья Назарова, 15 миллионов 700 тысяч рублей. Член Комитета Госдумы по энергетике и Единой России. До того, как стать видным чиновником, она занимала пост генерального директора Евросибэнерго и компании Волга Энергосбыт. Елена Панина, 16 миллионов 500 тысяч рублей. Член Комитета Госдумы по международным делам и депутат Единой России. Имеет в собственности всего две квартиры площадью 300 квадратных метров, что достаточно скромно для участников этого рейтинга. Валентина Матвиенко, 22 миллиона 900 тысяч рублей. Приседатель Совета Федерации. Имеет в своем арсенале квартиру в 300 квадратных метров, дачу в 730 метров и участок земли в 6,5 квадратных километров. Ольга Епифанова, 24 миллиона 500 тысяч рублей. Заместитель председателя Госдумы и член партии Справедливая Россия. Собственностью у этой 50-летней женщины находятся два жилых дома в 500 квадратов, две квартиры по 200 метров каждая и два земельных участка общей площадью в 1000 квадратных метров. Людмила Нарусова, 28 миллионов 700 тысяч рублей. Член Совета Федерации Республики Тыва. Вдова первого мэра Санкт-Петербурга и мать телеведущей Ксении Собчак. В ее собственности находятся два земельных участка в 3 квадратных километра. Небольшой жилой дом в 363 квадрата и три квартиры площадью почти 850 квадратных метров. Татьяна Соломатина, 56 миллионов 200 тысяч рублей. Член Комитета Госдумы по охране здоровья и, как это обычно и бывает, депутат Единой России. Имущество, находящееся в ее собственности, достаточно скромное. Это небольшая квартира в Москве, два автомобиля и снегоболотоход. Все остальное принадлежит ее мужу, который заработал всего 4 миллиона в 2016 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова